Здравствуйте, друзья мои, мои подписчики, гости моего канала и просто все те, кто заглянул ко мне в гости на мой канал. Сегодня я хочу показать вам свой подоконник на кухне по просьбе моих подписчиков, моих подруг, которые никогда не были у меня в гостях, но им интересно, что происходит у меня на кухне. Вот такой вот подоконник восточной стороны, здесь у меня заканчивает цвет аскоценда, вот это ее постоянное место, отсюда она никуда не ходит, я ее не поворачиваю, не переворачиваю, с места не сдвигаю. Вот так вот она себе тут облюбовала, ей здесь нравится, она здесь цветет. Дальше вот такой вот лоток реанимационный, это моя больница. Вот начнем отсюда с краю, это бульбочки орхидеи променея, мне ее отдала подруга на выживание. Бульбочки вон все живые, хорошие, но без листьев. Будем надеяться, что все у нее будет хорошо, посажена она так же, как и моя взрослая променея, пенопласт, кора, мох и керамзит. И стоит вот в таком вот стаканчике, из-под простокваши, в стаканчике всегда набрано немножко воды, которая достает до керамзита. Время от времени я ее сливаю, даю ей просыхать и снова вот так вот ставлю. Это кик дендробиуманобили, тоже он как-то вот сразу с лета в рост пошел, а потом я смотрю начал подсыхать стволик. Не знаю я его, принесла сюда в тепло, пусть зимует здесь. Весна покажет, выживет, выживет, не выживет, такова его судьба. А дальше, дальше идет моя головная боль. Мои самые любимые орхидеи, это орхидеи котлея, я уже неоднократно об этом говорила. С которыми мы все по-прежнему на вы, никак не получается перейти с ней на ты. Значит, эти три котлейки, они без корней. Начнем вот с этой. Это ярко-рыжая котлея, здесь одна бульбочка. Был корень, но он пропал. Я его не обрезала, вон его еще можно видеть. Надеюсь на то, что душа у него еще есть. Поэтому, виламин не снимала, вот так просто лежит он в коре и все. Посажен этот росточек по методу светы кончуры. Светочка кончура у нас королева котлея, они у нее замечательно растут, замечательно цветут. Вот хочу попробовать нарастить корни, как наращивает она. То есть, стоит в баночке, в баночке набрана вода, в горшочке керамзит с пенопластом, сверху кора. И на коре просто лежит вот так вот ростик. Я его не поливаю. Просто иногда, крайне редко, вот так вот бывает, если попробую, что верхняя кора совсем сухая, то я могу буквально сбрызнуть один раз. А так воду я ему не даю. Следующая котлейка без корней, это вот эта вот. Она тоже в керамзите с корой и с агроперлитом. Я ее не поливаю, просто сбрызгиваю поверху грунт. И вон там, ну вот уже смотрю, вот начинает просыпаться. Вон там далеко-далеко, если вам видно, просыпается почка. Надеюсь, что это будет новый рост. Посмотрим. Дальше у нас идет вот такая вот котлейка. Она в самом плачевном состоянии. Потому что я смотрю, что у нее уже и бульбочки очень сильно морщатся, и листочки начинают морщиться. Тургар, конечно, есть. Ну, котлея, котлея, это, как я понимаю, практически кактус. Поэтому тургар она теряет очень долго. Это не как фаленопсис. Вот ее я решила попробовать нарастить ей корни по методу еще одной светочки. Не знаю, как ее фамилия, как вам правильно сказать. У нее свой канал. Я вчера чисто случайно натолкнулась на ее метод наращивания корней с помощью чая и лимонного сока. Вот решила попробовать точно так же. Раньше она стояла вот как и вот эта вот на коре. Но смотрю, что ей все хуже и хуже. Поэтому вот решила попробовать метод другой светы. Чая у меня пока черного нет. Мы пьем зеленый чай. Как только куплю, я думаю, сегодня так сразу и буду пробовать с чаем. Пока я ее замочила сегодня утром в янтарной кислоте. Она стоит просто в горшочке. Вот. Просто на пенопласте. Закрепленная двумя палочками к этому пенопласту. Водичка в настоящее время доходит. Еле-еле, если вам видно. Вот так вот. Слегка-слегка покрывает нижнюю часть резомы. Вот так вот будем пробовать. Я видела, у Светы этот метод сработал. Я надеюсь, что сработает и у меня. Дальше. Дальше. Вот такой вот реанимационный фаленопсис. Здесь было очень много корней. Очень много. Но тургора листьев не было. Я его достала из коры. Корни были. Какие сухие. Какие вот сильно подозрительные. Вот здесь вот. Была сильная гниль. Вот можно сказать месяц уже мы эту гниль. Лечили. Вырезали. Фундазолом кашицей мазали. Гниль остановилась. И я залепила ей эту ранку. Обычным садовым варом. Корни потихонечку. Которые были плохие. Отмирали я их. Убирала. Остались вот. Можно сказать. Хорошие корни. В настоящее время она находится просто в сухом кашпо. И раз в три дня я ее замачиваю. И вот так вот она живет. Теперь уже ждет посадки в свою привычную систему кору. У меня есть еще несколько орхидей, которые нужно пересадить, посадить. Поэтому хочу все это провести одним махом. Вот она сидит моя красавица и ждет. Понятия не имею какого она цвета. Как всегда это уценочная. Без цветов была. Цветонос я ее обрезала. Уже горький опыт имею. Вот на этом чуде. Помните я вам показывала ее и с цветоносом молодыми, и с цветоносом старыми. Везде она хотела цвести. В итоге вот все что от нее осталось. Снова лежала она на мхе. Я вам показывала типа как закрытая система. Но снова пошла гниль. Снова мы все пообрезали. Те корешочки, которые молодые начали расти, они почернили, начали подгнивать. Их тоже пришлось убрать. И вот в настоящее время вот молодые, молодой листочек. А эти два листочка тоже потихонечку теряют тургор. Знаете, я решила, что будет, не буду я больше ни над собой издеваться, ни над ней. Вот как захочет жить, значит будет жить. Не захочет, бог ей судья. Вот так вот иногда тоже замачиваю ее. А так стоит, просто в сухой рюмочке стоит, да и стоит. Конечно, пока она жива, будет она вот так вот дальше замачиваться и сушиться. Время покажет. Дальше вот еще один фаленопсис, мини-фаленопсис. Тоже. Тоже сейчас живет просто в сухой баночке. Точно та же ситуация. Вот это вот место, где был торфяной стаканчик, как вы видите, он черный, темный. Корни потихонечку отмирают. Вот точно так же он, как и вот этот вот крупный фаленопсис, будет жить сухую, с замачиваниями. Корешки, которые отгнивают, будут потихоньку удаляться. Ну, я думаю, к весне все с ним будет хорошо. Высадимся мы в кору. Тургорлистик, кстати, он не теряет. Вот так вот он и будет расти. Дальше, дальше. Дальше у меня вот такая вот полочка, на которой вот здесь внизу анцидиум твинкель, который я вам совершенно недавно показывала. Он уже отцвел. Последние цветочки подпадали и отрезала цветоносы. Вот он как раз таки ждет своего череда тоже пересадиться. Потому что горшочек явно тесный и он после магазина не пересаживался. В любом случае, надо проверить, что находится у него внутри. Дальше вот у меня такая бутылка типа мини-теплицы с цветоносами. Ну, здесь у меня абсолютно ничего не получается. Сразу вам говорю, там вон мох влажный, на ней стоят цветоносы. Эти цветоносы снизу от мха покрываются белой плесенью. Потом снимается эта плесень вместе с зеленым покрытием этого цветоноса. Ну, в общем, как мне кажется, толку здесь никакого не будет. Ну, стоит, пусть стоит. А вдруг, жалко было выкинуть эти цветоносы. Один вон совсем уже пожелтел. У этого еще как-то даже почка набухла. Ну, а вдруг, пусть стоит. Тут холодно сейчас. Зима, холодно. Поставить где-то в более теплое место. Ну, честно вам говорю, мест нет. Мест нет, поэтому вот выживет, значит выживет. Дальше еще три реанимационных фаленопсиса, которые тоже остались без корней. И эти корни, которые в бутылке, тоже закуклившиеся, одеревенелые. Вот они тоже вот таких своеобразных сосудах. Это обрезанные бутылки. Я сюда набираю водички через верх. А потом, чтобы не тревожить их, не таскать, я аккуратно откручиваю эту бутылочку, подставляю что-то. Вода стекает. И специально, сознательно, вон, видите, там в крышечке остается вода, типа как для влажности воздуха. Корни этой воды не касаются. Точно так же и этот. И точно так же вот и этот. Что будет, то будет. Дальше. Дальше у нас, с какой же стороны, наверное, будем двигаться просто вверх. Дальше вот у меня вот такое чудо растет. Это орхидея овертония. Это природный вид. Вот такой вот костик, чем-то напоминающий алое. Только очень-очень маленький. У него вон там растут маленькие такие вот детские отростки. он у меня уже второй год. В прошлом году, вы знаете, даже собрался было цвести. Выкинул тоненький-тоненький цветонос и засушил его. Похоже, к нему подхода я еще не нашла. может кто-то подскажет, может у кого-то есть такие вот растения. Кто-то может подсказать, как с ними обращаться. Вот его название, сейчас я покажу вам. Вот его название, обертония. Дальше даже не могу перевести. Я в языках не сильна, поэтому не буду блистать своей эрудицией. Сами видите. Вот название. В народе его называют мышиный хвостик. Я знаю. Вот так вот растет и растет. Он вообще места не занимает. А дальше идут эпикотлеи. Специально их сюда принесла. Тут самое утром освещенное окно. Солнце здесь не палящее. Вот одна эпикотлея. Это красная эпикотлея. И вот с этой стороны у меня еще одна эпикотлея. Это сиреневая эпикотлея, которая вон растит молодой рост. Надеюсь, что она зацветет. Дальше, 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 дальше у нас малышка Ванда. Вот такой корзиночки. Ну, это молодец. Это потихонечку, не спеша, растит свои листочки. Ей еще долго расти. Вот. Сейчас мы ее уберем. И здесь, здесь идет брасея паук. вот такой она растит цветонос. Вот. Поймать надо его. Солнце светит. Вот видите, вот такой вот у него цветонос. ждем цветения. Это образия коричневого цвета, с желтой губой. Очень красивый, такой своеобразный цветочек. Здесь заканчивая цветение, энциклия. Вот осталось последних два цветочка у нее. Моя умница, красавица. хорошее, благодарное растение, абсолютно не напряженное. Вот тоже это его место. Он его облюбовал. Здесь ему нравится, он благодарно цветет. Дальше, выше, нет, против света, очень плохо снимать. Дальше, выше, вот еще одна пикотлея, которая не внушает доверия, потому что она еще вот доцветает, конечно, очень красивые цветы у нее. Это купленная недавно подаренная пикотлея. Вот такая вот она. Вот эти бульбы уже совершенно мягкие, поэтому как только она цветет, обязательно ее достану из горшка, посмотрю, что там. Похоже, что тут только два вот этих роста живых, все остальное там мертвые, листья какие-то вот такие корявые. Видите? Ну, я надеюсь, что мы с ней немножечко потрудимся, обработаемся, и все у нас будет хорошо. Будем мы с ней жить. Дальше, дальше вообще вот неизвестное мне растение, такое вот оно, луковица, и такие вот длинные, длинные, предлинные у него листья. Но он висит тут просто для красоты, можно сказать. Совершенно не видно против света. Неудачное время я выбрала. Но я думаю, что я еще раз сниму вам как-нибудь о них. Такую вот фитолампу, специально можно сказать, эта фитолампа висит для реанимашек. А вот, кстати, вот это реанимашка, это фаленопсис фронтера, вот он еще и выбросил один цветочек. Господи, как же его показать. Я его так и оставила, думаю, ну хочет процвести. Остальные цветочки ему пообламывала, а этот просто оставила, думаю, ну пусть процветет. Кстати, вот вы знаете, вот еще одно подтверждение, девочки, для тех, у кого фаленопсисы не цветут. Вот смотрите, фаленопсис без корней. Он явно испытывает нехватку влаги. И он пытается зацвести. Вот как мне кажется, вот точно так же нужно поступить и с вашими фаленопсисами, которые у вас не цветут. Просто поставить их на хорошее освещение и здорово просушить. Прям подольше просушить, вот не просто как побелели корни и поливать, а вот побелели корни и пусть еще неделю стоят. А только потом их полить и они обязательно выкинут цветоносы. так идем сюда в уголочек. А нет, вот еще внизу вот такой у меня бульбофилум. Название его не знаю. Он у меня был из трех бульбочек за лето, за это лето он очень хорошо нарастил много-много бульбочек, но не цвел. Не знаю, знаю, что это вообще бульбофилумы цветут летом, поэтому я осенью от него цветения не ждала, собственно говоря. Вот думаю его пересадить в более широкую пложку и посмотрим как он поведет себя этим летом. Так дальше дальше вот это горгона галиата она ко мне тоже попала в плачевном состоянии, у нее были вот такие вот бульбы, одна с листом еще была, а эти две безлистные, за лето она нарастила вон такое количество бульбочек, тоже не цвела, и кстати, вот она стояла очень близко возле фитолампы, почему-то мне кажется, что фитолампа наделала вот такой вот не беды моя горгона посушила листья, поэтому я ее убрала подальше от фитолампы, поставила вот сюда в уголочек ближе к акселярии узколистной, вот она акселярия узколистная, тоже очень такое интересное растение, его получила, оно росло в закрытой системе, которую надо было доливать до верху воду, давать 15-20 минут постоять, а потом сливать, и это все привело к тому, она была кстати зелененькая, это привело к тому, что вода все равно попадала вот на эти чешуйки, и они посохли, поэтому я ее пересадила в этом году осенью другую систему, и у нее вон, плохо видно, вон у нее пошли уже молодые росты, они уже зелененькие, это очень радует, вот еще один зелененький, это радует, значит все у нее хорошо, ей такая система понравилась, кстати такую посадку я посмотрела видео Света из Америки, тоже умница, она значит обернула корни мхом, ну и посадила их на кору, на пенопласт, на что угодно, вот у меня например здесь в горшке, сейчас я вам покажу, думаю это мне удастся достать, вот видите пенопласт, который постоянно находится в воде, дальше идет мох, обернутые корни и сверху карас снова с пенопластом, вот ее я сверху не мочу, не мочу больше, потому что она принимает вот такой вот некрасивый вид, вот такая вот у меня девочки мальчики друзья мои кухня вот так вот мы здесь растем я думаю я никого не упустила обо всех вам рассказала если у кого-то появятся какие-то вопросы пожалуйста пишите в комментариях я с радостью отвечу кому интересно как развиваются мои растения и будут развиваться в дальнейшем подписывайтесь на мой канал желаю вам всех земных и неземных благ пышного цветения вашим цветам до новых встреч с вами была Марина и канал Орхидушки и мы субтитры